Здравствуйте, меня зовут Егор Хозяинов, и это фестиваль знаний BrainFest 2.0. Мы все так же в гостеприимном линдоке, мы все так же предоставляем возможность прослушать в прямом эфире отличные лекции от умных людей. Теперь их можно послушать и в нашем зале. На этом, пожалуй, все о сходствах, немножко разница. Первый выпуск был несколько экспериментальным, как любой первый выпуск. Это второй. Мы сократили программу немного, скомпоновали ее тематически, и сегодня будут более связаны между собой лекции, в следующий раз, соответственно, на какую-то другую тему. Как обычно, вы можете задать вопрос лекторам прямо под видео в ваших браузерах. Я буду вашим голосом, озвучу ваши вопросы. За лучшие вопросы из зала, а зал, естественно, тоже у нас может задавать вопросы, мы вручим книжки издательства «Питер», две книжки по теории струн и одна по антропологии. В интернет за лучшие их вопросы отправятся книги издательства «Камильфо». Это комиксы про Дэдпула, Человека-паука и Марк Миллернов и «Звездный свет». Также издательство «Камильфо» приглашает вас 2 июля на микрокомикон, который пройдет в лофт-проекте «Этажи». А сейчас позвольте начать с того, что технологии делают нашу жизнь проще. Каждый день практически любая технология делает нашу жизнь проще. Например, сейчас, чтобы снять красивую панораму дороги, едущей, не нужно перекрывать дорогу, закупать огромный кран, садить много людей. Чтобы снять целый город красиво виды, не нужно облетать его на каком-то транспортном средстве, тратить очень много топлива. У нас появились беспилотные летательные аппараты. Появились не вчера, но сейчас они переживают поистине бум. О них подробнее, о их применении расскажут оператор воздушной съемки, режиссер, продюсер и руководитель студии «Таймлаб Продакшн» Андрей Ефимов и пилот коптера Андрей Родин. Использование беспилотных летательных аппаратов для киновидеосъемки. Встречаем. Добрый день. Добрый день. Да, собственно, мы для начала хотели бы показать, наверное, наш ролик, на котором мы трудились в прошлом году. И раз уж BrainFest – это питерское, собственно говоря, детище, то ролик, в общем, о Питере. И это, я думаю, будет интересно. Да, давайте посмотрим, а после этого начнем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Аппарат, в общем, мобильный, в кинопроизводстве вряд ли его можно использовать, но в репортажной съемке, где качество картинки не требует таких высоких стандартов, то, в общем, аппарат мобильный, удобный, легко транспортируется, и, ну, в общем, дифферамбы ему. Программное обеспечение его уже имеет возможность картинку сразу отсылать в YouTube, то есть еще, собственно говоря, чуть ли не в прямой трансляции, еще аппарат не сел, а ролик уже может быть просмотрен. Вот, в этом есть его достоинства. Этот аппарат уже умеет летать в помещениях, он уже видит препятствия, есть у него огромное количество различных датчиков и систем, которые его делают максимально безопасным и безаварийным. Если человек соблюдает хоть какие-то правила использования его, то надежность техники дает, ну, очень-очень высок процент. Мне была интересна функция полета по точкам и максимальная дистанция 5 километров. То есть мы можем поставить точки, например, по каналу Грибоедова со всеми его изгибами, и он полностью в автоматическом режиме взлетит и пролетит весь канал Грибоедова, учитывая его изгибы, и даже сам может сесть после этого. Да, он уже полностью... И в прямом эфире передавать картинку в YouTube. Вот такая вот новинка, собственно говоря, начала этого года. Штучка очень интересная. Единственный ее недостаток – это невозможность поднимать камеру, ну, лучшую камеру, скажем так. Вот, собственно говоря, такая история. Ну, мы пришли не с пустыми руками, а можем продемонстрировать полет большого аппарата. Хочется отметить, что именно в такой комплектации, именно с такой камерой были сняты все ролики, которые мы сегодня смотрели. Взлетим. Немножко будет шумновато и ветрено, потому что техника достаточно тяжелая. Андрей управляет непосредственно коптером, я управляю камерой, у меня есть монитор на моем пульте. Ну, мы видим, в общем, мы видим картинку. Ну, мы видим картинку. Ноги уберем. Ноги. Да. Ну, вот его летное положение. Давай, я не буду долго посажу. Ну, вот, собственно говоря, вот так эта штуковина летает. Одно из больших преимуществ – это возможность полета в помещении. Ну, с этим аппаратом сложно, конечно, в помещении, в силу его размеров. Для помещения, ну, я бы использовал что-нибудь поменьше. Но, тем не менее, это возможно, если нам нужна качественная профессиональная картинка. Как раз хотели бы продемонстрировать пример художественной съемки на коптер внутри помещений. Да, Михайловский театр, собственно говоря. Следующий ролик, пожалуйста. Ну, вряд ли кто-нибудь видел такую траекторию движения. Операторы меня поймут. На данный момент пока никакая техника не позволит сделать подобный пролет внутри помещений. Это Мухинская, да? Мухинская, да? Мухинская, да? Мухинская, да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Следующий вопрос Здравствуйте Вы сказали, что было согласование, когда вы снимали на экране такой вопрос было согласование только в плане каких-то опасных мероприятий либо нужно согласование каждый раз когда вы запускаете копты какое-то время назад обсуждали закон по поводу того, что их надо как-то специально регистрировать и каждый вылет отдельно как с этим сейчас? Закон вступил в силу К нему будут большие поправки во всяком случае пока обещают сделать большие поправки и немножко проще будет, конечно, использовать эту технику На сегодняшний день это большое количество согласований и на каждую съемку нужно согласование Закон вступил в силу около месяца назад и пока на данный момент он практически полностью запрещает использование данного типа аппаратов необходимо согласование точно такие же, как согласование для больших пассажирских самолетов и вертолетов что практически невозможно в случае с творческой съемкой поэтому по законодательству на данный момент практически полностью запрещено использовать Это только в городских условиях или вообще в пределах страны? Нет, вообще на территории страны Закон говорит о стране Понятно, спасибо Ну мы ждем поправок, которые будут более лояльны к данному виду аппаратов Ну во всяком случае к нашему творчеству потому что на сегодняшний день делать красивое видео и показывать людям взгляд сверху и всегда же людям хотелось увидеть что-нибудь не с высоты своего роста для этого люди поднимались в горы для этого люди поднимались на воздушных шарах начали летать и людям интересно смотреть на землю с высоты птичьего полета поэтому я думаю, что законодательство и законодатели придумают дадут нам возможность все-таки заниматься и творчеством Смелее, смелее Все, я так понял, ответ на вопрос Да, да, да Я хотел бы узнать Там Адмиралтейский шпиль показывали, так? Да А там потомкам письмо нашли и другое письмо положили Вы ее не в курсе? Нет Нет, мы не в курсе Что там? Нам интересен был шпиль Вот ангелы на Петропавловской крепости снимали очень много и это один из символов нашего города А шпиль Адмиралтейства не менее важен и нам хотелось его акцент сделать именно на нем Да, да Есть ангел, есть шпиль Адмиралтейства И тут, в общем, наши интересы совпали Все-таки Петербург – это морская держава Морской город, город-порт Еще вопрос из зала, может быть? А, давайте, сейчас я подойду прямо У нас вопрос от оператора Здравствуйте Хотела бы узнать, где вы учились? Форумы какие-то или ездили куда-то? И второй вопрос сразу Падало ли когда-нибудь это устройство у вас и сколько это стоило? Это устройство не падало Но до того, как у нас появилось это устройство у нас были аварии Аварии были на испытаниях, на тестировании новой техники Мы какое-то время до того, как появился у нас уже полностью работоспособный аппарат мы достаточно много экспериментировали Ну, эксперименты – это всегда сложности технические сложности которые приходится преодолевать Вот, собственно, в результате мы пришли к этой конструкции Не мы его конструировали Это, собственно, готовый аппарат и приобретен он в магазине Но для того, чтобы появился он нам, в общем, пришлось поэкспериментировать и поконструировать самостоятельно Дорого это стоит Вся летающая техника, она очень-очень недешевая и становится все дороже и дороже но она становится все надежнее и надежнее Этот аппарат у нас отлетал уже больше года и отлетал безаварийно Мы выполняем все регламентные работы по его обслуживанию Надежность его очень высока Ну, хочется отметить также, что сейчас есть полностью работающие готовые парашюты для данного типа устройств что очень повышает безопасность полетов Ну, в том числе, да Еще вопросы есть, конечно После того, как операторы даже заинтересовались зрители тоже не могли не подняться У меня вопрос такой чисто технический по аппарату А машина как себя при сильном ветре ведет? Сложно ей управлять? Да, управлять становится сложнее Но этот аппарат у нас летал до 10 метров в секунду Ветер до 10 метров в секунду, он терпит, с ним борется Большой ветер влияет на качество картинки Картинка становится не настолько идеальной, как хотелось бы Но иногда бывает, что это и ничего Любой аппарат устойчив к ветру И чем сильнее ветер, тем сильнее он наклоняется находясь на месте для борьбы с ветром То есть, когда сильный ветер, он практически стоит под углом 90 градусов Ну, просто ветер есть ветер И картинка не такая стабильная То есть, есть все-таки какое-то плавание А оно не друг оператора Иногда это драматургически может быть и интересным Но чаще, чаще нет Чаще хочется видеть стабильную, устойчивую картинку Без лишних рывков Но ветер в этом не помогает Наши враги – ветер, дождь, сильный марс Вот про дождик тоже хотелось узнать В ливень не снять вообще ничего? В ливень взлететь теоретически можно Но практически это потоком воздуха от винтов забрасывает линзу, собственно говоря, камеры А это неинтересно Понятно Ну, тоже Питер, например, после дождя тоже особенный шарм имеет Может быть, в будущем будет какая-то защита для камеры Корпус защитный для этой штуки? Ну, это будет выглядеть как Мне кажется, это будет выглядеть как Вы едете в автомобиле в большой дождь без дворников Вот примерно такая история может получиться Это не слишком интересно Хотя идея очень интересная Может быть, мы это попробуем Ну, ладно, у меня все, вопрос Спасибо Спасибо Еще кто-то руки? Или мы переходим к интернету? Ну, сами напрасились Вопрос был один, но я его разовью Он про ваши отношения, ты, Катерина, из Москвы Я его разовью тем, что По поводу вот этого закона, юридической подоплеки С одной стороны, мы говорим, да, вот этот СБС-6 принтер Русских людей опять ни за что обижают Пытаются запретить Но, с другой стороны, в США есть прецеденты Когда пытались тушить какое-то высотное здание Сейчас, боюсь, забыл, какое именно И огромное количество Благодаря доступности дешевых, как правило Имеется вне об этих профессиональных вещах и речь Дронах Просто заполонили так, чтобы было опасно тушить сверху Потому что просто могла повредиться и техника И так далее То есть, ну, палка действительно на двух концах Интересно ваше мнение Как должно выглядеть законодательство в отношении БПЛА Для гражданских лиц Это же мое частное мнение Я не юрист, не специалист в этой области Никак Ну и уж не мое дело Собственно говоря, государственным органам говорить Что хорошо, что плохо Любой дурак может использовать Дурак, глупый человек Может использовать Такой летательный аппарат В не самых лучших желаниях То есть, ну Что на ум приходят Лет пять назад На радиоуправляемом самолете В Калининграде Возили контрабанду В Польшу И из Польши Там сигареты В общем, перетаскивали На самом дешевеньком Дешевеньком самолете Фантазия людей безгранична Закон таких людей не остановит В любом случае Упорядочить Работы с этой техникой Безусловно, нужно Но нужно учитывать То есть, кто этим занимается Эти люди должны быть известны Те, кто занимаются этим профессионально Эти люди должны быть известны Известны и органам Специальным И разрешение, я думаю На съемки получать нужно Единственное, что Чего хотелось бы это понимать Чтобы кто-нибудь занялся Классификацией этих аппаратов И порядком получения разрешений Это должно быть Ну, не знаю Не так глупо И так заморочено Это должно быть ясно Открыто и понятно На мой взгляд Пришел Написал заявление В какой-то из кабинетов И тебе сказали Вот сегодня будут мероприятия Пожалуйста Можешь Уезжай к себе на дачу Отдыхай И запускай аппарат там Если тебе нужно сделать Репортажную съемку То Ну вот Будь подготовленным Научись этим управлять Выполняй Определенный Свод правил И пожалуйста Делай красивые кадры И занимайся видеосъемкой С воздуха Сейчас На нашем телевидении Я вот смотрю Редкий репортаж Обходится без Без съемок с воздуха Выступления Гергиева В Пальмире Были съемки с воздуха Выступления Репортажи Из Донецка Есть съемки с воздуха И так далее И так далее И так далее То есть Техника Этот способ Работы Развивается Семимильными шагами И это Наверное Уже не установить Это нужно Только упорядочить Классификация Воздушных аппаратов И цель их применения Те Кто хотят Заниматься Глупостями Они все равно Будут заниматься Глупостями Запретят эти аппараты Не запретят Эти аппараты Можно же Зубочисткой Навредить Очень сильно Следующий вопрос Да Отсюда Проистекает Как мне кажется То есть Понятно что Бюрократия может Все убить Но вы считаете Экзамены Права Как водительские Регистрация Каждого Такой вопрос Вы сказали О классификации Так как Понятно что Дума умная Ей виднее Но все же Как профессионал Который работает С этим Как бы вы Их классифицировали На доступный Не доступный Где вот Граница Профессиональная Важная И глупости От скольких Винтов Долларов На ценнике Где она начинается Ну вы знаете В магазине Игрушек Продаются Эти Квокоптеры Маленькие Игрушечные Он тоже Ну вот он Неинтересен Границы Сложно сейчас Сказать о границах Я Собственно говоря Не пытался Заниматься Классификацией Этих аппаратов Но она Безусловно Нужна Безусловно И в этом Наверное Должны помочь Моделисты Те кто Занимается Авиамоделизмом Очень много лет Или даже не лет У нас есть Федерация Авиамодельного Спорта В России И К написанию Закона Или к Внесению Поправок Ну наверное Было бы Хорошо Если бы Они Приняли бы Какое-то Участие Не в Создании Закона Но во всяком Случа Проконсультировали бы Что есть Что Вот Сегодня Мультироторные Системы В моде А через Несколько лет Могут появиться Совершенно новые Летательные аппараты По новому Работающие По каким-то Новым Принципам И Их тоже Нужно Как-то Будет Включать В эти Классификации Они Может быть Будут Еще более Надежными И Совершенно Безопасными Но Упадет У вас В толпу Аппарат Весом В 200 Грамм С высоты 100 метров Или Упадет Вот Что-нибудь Такое Это В любом Случае Это Будут Неприятности Серьезные Неприятности И Здесь Вес В общем Не самую Большую роль Наверное Играет Здесь Скорее Все-таки Надежность И отсутствие Безбашенности У самого Пилота У тех Кто В общем Управляет Этим Вот Как-то Так Мы Слышали Уже Про Парашюты Для Дронов Замечательные Мне кажется Я никогда не Слышал Но Казалось бы На поверхности Идея лежала Очень хорошая Но Такой Чисто детский Вопрос Сколько Вот этот Мультикоптер Может Потерять Винтов В воздухе Прежде чем Эта критическая Ситуация Станет Один Или даже Больше До двух До двух До двух Если он Если он Если он потеряет В воздухе Два пропеллера Он Он еще Будет иметь Возможность Сесть Это будет Сделать Достаточно Сложно Он будет Очень тяжело Управляться Но до двух Пропеллеров Он терять Может Такой малыш На самом На самом деле Не может Потерять Ни одного И станет При отказе Какого-нибудь Из моторов Он станет Неуправляемым Но Опять-таки В авиации Всегда Были Определенные Регламентные Работы Их нужно Делать Выполнять Регламентные Работы Предполетная Подготовка Должна быть Обязательна И Выполнение Всех Условий При взлете Технических Условий При взлете Должны быть Если В инструкции К аппарату Написано Что Его нельзя Применять Ниже Температуры Например 22 градуса По Цельсию Минус 22 То В общем И не нужно Пытаться Взлететь В минус 30 Потому что Это Обязательно Будут Последствия На земле Минус 30 На высоте 100 метров Это уже Минус 33 И так далее А если Поднять Еще выше То это будет Температура К минус 40 А техника Не рассчитана На такие Низкие Температуры Это как Пример Это Вот Собственно Говоря Ну В общем Не нужно Лишний раз Рисковать Нужно Ответственно Относиться К технике Вот У малыша Например Если он Не нашел Нужное количество Спутников У него Даже винты Не запустятся Вот Собственно Производители О безопасности Заботятся Очень сильно Если У его Электронной Системы Есть какие-то Сомнения По По Техническому Регламенту Он Он Отказывается Лететь Он Вчера у нас Не запустился Потому что Не Восемь спутников Было А всего шесть А Неуправляемость Вы сказали То есть он прям Камнем вниз Или он пытается Хотя бы как Вертолет Хотя бы Смягчить свое Падение Нет Нет Эти аппараты Не имеют Авторотации То есть они Не могут Этого сделать То есть Ну Они Не имеют Возможности Авторотировать Они падают Камнем вниз И В таком случае Завершением Сейчас Ну вы сказали Что есть уже Квадрокоптеры Ну мультикоптеры Которые могут По GPS меткам Лететь Вот вдоль Всего канала Многие уже Таксисты Опасаются Без Беспилотных Автомобилей Что они просто Лишат их работы Нет ли у вас Похожего Страха Что Рано или поздно Умная машина Высадит вас Из кабины Пилота Кои В общем-то Здесь И так с вами Ходит Вся кабина Всегда Всегда Есть человек Который Нажимает Кнопку Надеюсь Надеюсь Нажатием Одной кнопки И Зависает Ждет Команда Ну Надеюсь Что мы будем Теми людьми Кто нажимает Кнопку Большое спасибо Я просто требую Аплодисментов Этим людям Спасибо